Добрый вечер! Невиданный писательский десант, высадившийся в крае, ожесточенные споры, взаимные нападки литераторов, читателей, критиков, громкие заявления и тихие интриги, горячее литературное лето на Алтае. Об этом сегодня и поговорим. Ну а начнем, как обычно, в пятницу с подведения итогов, то есть краткого обзора того, что мы узнали, услышали в заканчивающуюся вот прямо сейчас трудовую неделю. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая Алтай, пообещала депутатам края неспокойные выборы и призвала готовиться к 2016 году уже сейчас. Население хочет перемен, движение вперед, и я думаю, что политическая палитра состава депутатов в Алтайском крае, как и в Государственной Думе, будет совершенно другая, сказал Матвиенко. В Алтайском крае побывал командующий воздушно-десантными войсками России Владимир Шаманов, некогда родившийся в Барнауле. По сообщениям СМИ, Шаманов посетил региональное отделение Союза десантников, совершил экскурсию по Барнаулу и уехал в Горный Алтай. Сенатор от Алтайского края с 2008 года Юрий Шамков стал первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике и получил благодарность президента за активную работу. А еще на неделе в крае прошли пленум Союза писателей России Всесибирский семинар молодых литераторов и краевые рождественские чтения. Уф! Количество писателей на душу населения временно достигло критической отметки. А ведь у нас как? Где соберется много писателей, а впрочем и журналистов, и театральных деятелей, там сразу шум, гам и потасовка, по крайней мере словесная. Еще до своего начала писательские мероприятия вызвали оживленные дискуссии. Сначала их раскритиковал журналист Антон Захаров из Алтопресса. Ему ответили писатели – маститый Анатолий Кириллин и молодой Иван Образцов. И основная, в принципе, у меня фраза всей моей статьи, как именно читателя, это вопрос к руководству сайта Алтопресс о профессионализме публикующихся там журналистов. Да и то верно. Захаров-то, на мой вкус, писал просто, чтобы властям фигу показать, как у Алтопресса нередко и водится. Но и утверждать, что с приездом участников пленума и семинара на Алтай здесь резко сместится полис культурной жизни края, как-то глупо. Не сместится. Ибо сегодня общественная значимость литераторов не более велика, чем, скажем, у филокартистов, которые открытки собирают. Причем мероприятие проводится только частью писательского сообщества, Союз писателей России, а конкурирующих союзов России пруд, пруди. И вот представьте, этим самым филокартистам, вернее, даже одной из их фракций, захотелось провести свое собрание не в окраинном московском ДК, и не на членские взносы, а на просторах Алтая при полном финансовом обеспечении. Да почему бы и нет? Еще, вот вы вслушаетесь, как звучат регалии участников писательского пленума. Делегацию маститых писателей 30 человек возглавили председатель Союза писателей России Валерий Ганичев и первый секретарь правления Союза писателей Геннадий Иванов. Кроме них, в край приехали сопредседатели правления и секретари правления Союза писателей РФ. Секретарь правления, председатель, сопредседатель правления. Как звучит, как выговаривается. «Здравствуйте, дорогой Леонид Ильич». Аналогия не случайна, это в те брежневские времена перечисленные звания что-то значили. Сегодня они производят впечатление, увы, лишь далеко от столиц, да и то преимущественно на местных чиновников. Есть вопросы и к семинару, уже теперь после его окончания. Вот была ли польза для молодых? Ну, кроме общения со сверстниками из других регионов, что всегда как минимум любопытно. В главной обучающей части мероприятия от приехавших секретарей и прочих мэтров польза была? Как пишет один из участников семинара, цитируем, «Каждый мэтр публично ностальгировал, говорил пару слов о рукописи новичка лишь за тем, чтобы перейти непосредственно к автобиографии. Как, где и с кем он учился ораторскому искусству и бутербродной журналистике, с кем ел горький хлеб изгнания, где и как боролся с советской властью». Его поддерживают в комментариях другие участники. «Я бы после слов, сказанных на секции, поэзия бросил писать вообще, чтобы не стать в конце пути таким же, как судьи мероприятия». А реплика сегодня звучит так. «Я твердо уверен, Алтай может и должен стать раскрученным местом для проведения форумов, фестивалей, ярмарок, съездов и так далее всероссийского международного масштаба. И многое, признаю, для этого делается. Ну, так что одним пленумом больше, одним меньше. Переоценивать это событие явно не стоит. Мы ведь рады всем. И писателям, и филокартистам, и даже таксидермистам. Велкам! А мы увидимся в понедельник. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok